заимствованные слова в русском языке и вот здесь вы можете увидеть я не блин я панкейк блин или панкейк вообще для меня это был такой шок когда я увидел панкейк ну ты знаешь что есть английское слово панкейк сковородка и тортик пирожное блин все нормально но по-русски панкейк чё чё почему не написать блины потому что панкейки это не блины давайте начнем сначала базовая лексика это у нас заимствованные слова и глагол заимствовать или иностранные слова иностранные слова то есть слова из других языков я очень часто слышу вопросы от студентов типа почему в русском языке так много иностранных слов или почему в русском языке так много английских слов информация декларация я не знаю еще миллион таких слов почему особенно английских студенты спрашивают почему не использовать русские слова для обозначения этих понятий почему нужны английские слова или какие-то заимствованные слова в россии тоже очень многие люди говорят об этом ну в основном люди старшего поколения да там люди как моя мама или моя бабушка да они могут сказать что это значит я не понимаю почему ты говоришь не по-русски какие панкейки что такое панкейки могут так спросить есть мысль что русский язык скоро перестанет быть русским что русский язык скоро будет состоять из заимствованных слов да вот здесь секундочку сейчас на данный момент в русском языке ну я не знаю разные специалисты разные эксперты говорят по-разному от пятидесяти до восьмидесяти процентов заимствованных слов но но друзья если мы посмотрим на английский например язык то мы увидим что в английском языке в принципе такая же ситуация что более шестидесяти пяти процентов слов заимствованных что будет с русским языком есть две новости есть хорошая новость есть плохая новость плохая новость в том что действительно заимствованных слов гораздо больше чем русских слов но хорошая новость в том что русский язык не перестанет быть русским. То есть, русский язык не умрет из-за заимствованных слов. Давайте про английский язык, просто для примера. Как вы думаете, напишите сейчас в чат, какие из этих английских слов английские, а какие слова заимствованные? Ну, напишите прямо в чат, я сейчас посмотрю. Так, Бен говорит goddess, богиня, да? Так, battle, хорошо. Вот goddess и battle это английские слова, да? Бен пишет. Бен пишет wrong английское слово. Спанки пишет, ни одного английского слова там нет. Ну, давайте. Court is probably not English. Movement, хорошо. Movement английское слово, да? Most of them came from French. Это правда. Most of them came from French. Это абсолютная правда. Большинство слов пришли из французского или из старо-французского языка. Так, goddess, take, cut, get wrong. Кенни. Кенни абсолютно прав. Все эти слова заимствованные. Собственно, как и Спанки Хам был прав, что все эти слова заимствованные. Мухаммад пишет резать персидский. Ну, вообще, cut, take, get, wrong, насколько я слышал, они пришли от из Дании. Дания страна, да? Из датского языка. То есть, от викингов. Точно все эти слова являются заимствованными. Часто люди говорят, что в русском языке много новых заимствованных слов, но по факту почти в любом языке, особенно в европейских языках, заимствованных слов, ну, наверное, большинство. Из, ну, английский, да? Это французский, старо-французский. Это, конечно, и германские языки. Это и латынь, и древнегреческий. Да, латынь и древнегреческий это вообще база такая, да? Особенно латынь. Плохой жест. Особенно латынь. Окей, идем дальше. В русском языке, посмотрите, селфи, локдаун, хайп, каворкинг, каршеринг, бизнесмен. Вы можете спросить, Макс, ну зачем? Зачем говорить бизнесмен? Есть слово предприниматель. Есть слово, не знаю, делец, да? Делец. Человек, который делает что-то, делец. Есть другие слова. Каршеринг. Каршеринг. Прокат автомобилей. Вот. Каворкинг. Каворкинг. Место для работы... Место для совместной работы людей. Все, зачем нам нужны эти слова? Хайп. Ну, хайп, я не знаю даже. Мне не приходит в голову аналог. Но, в общем, вот есть огромное количество слов. И большинство этих слов, на самом деле, английских слов, пришли в русский язык в 90-е, в 2000-е или в 10-е. 90-е, 2000-е, 10-е. У меня вопрос, друзья. Почему, как вы думаете, почему большинство английских слов пришло именно в 90-е, 2000-е и 10-е? Напишите, пожалуйста, мне будет интересно почитать. Что вы думаете? Кринж. Да, кринж. Кринж тоже очень. Кринж, краш. Это тоже очень популярные сейчас слова. Но об этих словах чуть-чуть попозже. Мне нравятся полузаимствованные. Как хайпануть? Гирд, мы об этом попозже поговорим. Это отличная тема. Так, спанки... Вот, Бен пишет. Fall of USSR. Да, спанки. Падение железного занавеса. Да. Потому что интернет. Тоже верно. Глобализация. Тоже верно. Да. Because Internet United World. Тоже верно. Из-за интернета? Да. Да, друзья. На самом деле это действительно так. Главная причина это конец или падение Советского Союза. Ну, Советский Союз было такое закрытая, закрытая страна. Поэтому, ну, конечно, приходили новые слова. Но когда Советский Союз развалился, когда Россия открылась для всего мира, то, ну, представляете, раньше вот такой был диаметр трубы, слова шли. А теперь вот такой диаметр трубы. И новые слова просто повалили, как потоп такой. И, конечно, появление интернета, конечно, глобализация. Это все верно. Так вот, я хочу высказать первый тезис. Первый тезис. Русский язык, так же, как и многие европейские языки, заимствует слова. Заимствует много слов. И это нормально, это естественно. Это, да, вот как говорится, this is the way it is. Это то, как это происходит. Это то, как оно есть. Это естественно. Окей. Дальше. Интересно, что в разное время в России мы заимствовали слова из разных стран. Вернее, от разных стран. Ну, из разных стран, да? То есть, от разных стран приходила к нам какая-то лексика. В девятнадцатом веке, почитайте войну и мир Толстого. Девятнадцатый век это Франция. Большинство слов приходили из Франции. Ну, миллион есть сейчас французских слов. Конец двадцатого века, начало двадцать первого века. Это время английского языка. Ну, почему? Ну, логично, потому что сейчас, как бы, поп-культура. Какая-то, не знаю, основная идеология. Какие-то тренды. Это всё идёт из Америки, Англии. Ну, в основном. Конечно. И из Германии идут разные вещи. И из Франции. И из Японии. Там, манго, аниме. Есть много стран. Но основа всё равно это английский язык. Америка, Англия. И вот здесь вы видите, двадцать второй век. Может быть, из китайского языка будут приходить в русский язык слова? Хороший вопрос. Почему я так думаю? Знаете, я недавно ходил в шоппинг-центр. Кстати, я иногда говорю английские слова просто, чтобы лучше люди меня понимали. Шоппинг-центр или шоппинг-мол. Шоппинг это уже тоже русское слово. Ну, то есть, это... Мы часто используем это слово. Шоппинг. Потому что нет аналога. Шоппинг, что... Как сказать? Допустим, вчера я ходил на шоппинг. Окей. Или вчера я ходил за покупками в магазин. Шоппинг. За покупками в магазин. Шоппинг. Вчера я ходил за покупками в магазин, и я видел... Я каждый раз замечаю, что становится больше футболок с принтами. Да, вот это принт. Принты. Мы это называем принтами. Принты. Значит, с принтами на китайском языке. То есть, какой-нибудь H&M, New Yorker, Austin, не знаю... Pull&Bear, да, так он называется. Короче, вот эти все магазины, в них футболки с принтами на китайском языке. Раньше я такого не помню. Сейчас это появляется. Прям я иду и смотрю иероглифы. Мне интересно, какие иероглифы я знаю, какие иероглифы я не знаю. Возможно, в будущем у нас будет больше заимствований из китайского языка. Я не знаю. Китайский все-таки специфичный язык. Такой второй тезис. Второй тезис. Лидерство в моде, в поп-культуре, в науке, в технологиях. И кто лидирует, тот и является генератором слов, генератором лексики. Ну, это логично. Кто придумал электрокар, тот и дал имя электрокар. То есть, суть в том, что кто имеет большее влияние на моду, на поп-культуру, на науку, тот имеет большее влияние на язык. Окей. Давайте теперь про китайский язык. Парочка интересных слов. Давайте я вам сейчас прочитаю это слово, а вы мне скажете... Вы попытайтесь угадать. Если вы из Китая, не пишите, не пишите. Если вы знаете, не пишите, не говорите. Значит, что это? Что это? Давайте подумаем. Я скажу, а вы подумайте, что это. Итак, вначале я скажу очень медленно. Майкэфэн. Давайте я скажу это быстрее. Майкэфэн. 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 Макароны. Микрофон. Или майайфон. Майкэфэн. Да, конечно, друзья. Это означает микрофон. Или майкэфэн. Да, майкэфэн. Майкэфэн. Все правильно, Бен. Да, абсолютно верно. Это означает микрофон. Давайте еще одно слово. Только если вы знаете... Окей? Следующее слово. Кээлэ. 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 Итак, какие идеи? Что такое кээлэ? Так, Луис пишет... Кола. 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 Напиток. Кока-кола. Кола. Почему спутники названы так же, как вакцина? Камил, потому что спутник это первый сателайт, который Советский Союз запустил. И здесь, видимо, идея такая, что вакцина-спутник это первая вакцина. Или, может быть, идея, что спутник это гордость Советского Союза. То есть, ну, как бы Советский Союз и спутник, да, сателайт. И здесь также с вакциной. Что вот вакцина это наш спутник, это наш сателайт. Да, то есть такая же идея гордости. Все правильно, друзья. Именно так. Кэлэ это кола. Да, Кока-кола. Кока-кола. Все верно. Ну и давайте последний попробуем. Да, вот, пожалуйста, да. Ой, съехала. Кола. Окей. Третье слово. Последнее слово, друзья. Давайте попробуйте угадать. Произносится так. Кала-окей. 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 Что это? Ну, конечно, да, караоке. Понятно, караоке. Абсолютно верно, да. То есть, друзья, я этим хотел проиллюстрировать. Проиллюстрировать то, что даже китайский язык иногда так заимствует слова. Конечно, в китайском языке все происходит по-другому. В китайском другая система заимствования слов. Но даже в китайском вот есть такие заимствования. Но про китайский не будем говорить, потому что китайский язык это немножко другое. Но китайский язык тоже меняется. Меняются иероглифы, меняется произношение. Много чего меняется. Окей. Сейчас я часто слышу такие высказывания, что давайте бороться за чистоту языка. Что давайте сделаем так, чтобы в нашем языке, в русском, было меньше заимствованных слов. Давайте использовать русские слова. Блины вместо панкейков. Пончики вместо донатов. Я не могу до сих пор привыкнуть к этому. Донат на русском языке. Донат. Донат. И так далее. Давайте использовать русские слова. Зачем так много иностранных слов? Зачем так много английских слов? Смотрите. Каворкинг. Место для совместной работы. Зачем английское слово? Каршеринг. Это прокат. Прокат. Зачем каршеринг? Каршеринг. Ты что, хорошо знаешь английский? Поэтому ты так говоришь? Говори по-русски. Говори прокат, а не каршеринг. Да? Окей. Дальше. Фудкорт. Фудкорт. Ресторанный дворик. Худи. Толстовка с капюшоном. Джем. Варенье. Дедлайн. Крайний срок или последний срок. Да? Инвестор-вкладчик. В принципе... В принципе, мы можем использовать эти русские слова вместо английских. В принципе, в теории мы можем это делать. Да? И я раньше, до того, как я начал работать с языками, я тоже думал, а, нужно говорить по-русски. Нужно использовать русские слова. Я был убежден. Я верил в это, что нужно говорить по-русски. Да? Но здесь есть, друзья, три момента. Три момента. Первый момент. Вот скажите, как сказать это по-русски? Как сказать это по-русски? Что это такое? Да? Можете написать в чат. Как назвать это по-русски? А что будет вместо кофе? Черный напиток? Гирт. Отлично. Да. Сейчас мы к этому подойдем. Рис с рыбой. Рейсинг. Да. Да. Рис с рыбой. Хороший вариант. Суши в Японии. Да. Суши. Да. Японские рыбные роллы. Ха-ха-ха. Суши. Да. Смотрите, друзья. Мы не можем здесь использовать никакое другое слово. Правильно? Нам здесь нужно, обязательно нужно иностранное слово. Хотя я придумал русское слово для этого, друзья. Рыборисы. Кстати, напишите, вам нравится это слово или вам не нравится это слово? Рыборисы. Это я придумал. Ну что, рыба и рис. Правильно? Правильно. Значит, рыборисы. Можно еще рисорыбы. Но рисорыбы... Ну, тоже неплохо. Рисорыбы или рыборисы. Скажите, что вам больше нравится? Суши или рыборисы? Давай. Суши дает значение точнее. Именно. Суши дает... Вот, друзья, смотрите. Это прям супер. Запомните. Проще сказать. И суши дает значение точнее. Вот это два ключевых момента. Два ключевых момента. Сейчас мы... Сейчас мы об этом поговорим. Смотрите. Значит, суши мы не можем... Нам нужно слово суши. Русскому языку нужно слово суши. Причем в Японии говорят суси. Я так слышал, да? Я не знаю японского, но говорят, что суси. Не суши, а суси. Я не знаю точно. Но в русском языке суши и это окей. Заимствование это не копирование. Суси, суши окей. Нет проблем. Всегда меняется произношение. Это нормально. Так же, как и в английском языке. Например, имя... Не знаю, там какой-нибудь Борис. Да, американцы говорят Борис. Борис. И мы думаем, какой Борис? Это Борис. Но на самом деле это то, как Борис заимствована американцами. Американцы заимствовали Борис, и Борис стал Борис. И это нормально. Это не ошибка. Это процесс заимствования. Окей, идем дальше. Дальше. Слово нирвана. Как мы можем по-другому... Как бы вот... Как мы можем это назвать? Нирвана. Без слова нирваны. Как мы можем это сказать? Никак. Потому что это не всегда слово. Заимствование это не всегда слово. Это иногда концепция. Это идея. Нирвана. Что такое нирвана? Да? Давайте... Где Будда? Будда будет вдохновлять меня. Нирвана. Нирвана это выход из круга сансары. Да? Есть сансара. Жизнь, смерть, жизнь, смерть, жизнь, смерть. И если ты выходишь из этого круга сансары, то ты в нирване. То есть ты достиг финиша. Да? Финал. Все. Это лучшее, что может быть нирвана. Нирвана, да? Это нельзя... Это нельзя перевести одним словом. Это концепция. В концепции нирваны есть научная статья. Поэтому мы не можем сказать по-другому. Ну, конечно, еще есть Курт Кобейн. Но это другое. Так вот. Дальше поехали. Мы также не можем обойтись без этих слов. Йога, нирвана, вегетарианство, компьютер, интернет. Компьютер это слово, интернет это уже концепция. И интернет это не только слово. Интернет это целый массив данных. Это концепция. Поэтому нам нужны слова. То есть номер один, нам нужны некоторые слова. Нельзя. Нельзя их заменить. Ты не можешь заменить слово йога. Ну что, индийская гимнастика? Нет. Окей. Дальше. Есть такие слова, как фудкорт, каворкинг или косплей. Это тоже заимствованные слова. Почему они нужны языку? Потому что они короче, они удобнее. А суть языка, суть общения, суть коммуникации между людьми это говорить проще и говорить удобнее. Если можно что-то сказать одним словом, то никто не будет говорить три слова или пять слов. Если это литература, если это литературный текст, окей, конечно. Но если это обычный разговор, то проще, лучше, короче, лучше. Поэтому фудкорт, ресторанный дворик. Ну, ресторанный дворик. Ну, это долго. Каворкинг. Место для совместной работы. Юля, мы сегодня будем работать из дома или мы пойдем в место для совместной работы, чтобы поработать? Юля, мы сегодня работаем из дома или мы пойдем в каворкинг? Каворкинг. Место для совместной работы. Ну и косплей. Это вообще бомба. Представление или шоу, в котором переодеваются в героев фильмов, мультиков, комиксов, аниме и так далее. То есть, мы можем сказать эту длинную фразу. Ты сегодня пойдешь на представление, в котором люди будут переодеваться в различных героев, фильмов, мультиков или аниме? Или ты сегодня пойдешь... Ну, как это? Ты пойдешь на косплей... Ты сегодня пойдешь на косплей-пати? Или ты пойдешь на косплей-вечеринку? Краткость. Это необходимо, друзья. Ну и третий момент. Третий момент. Это иногда заимствованные слова, они как будто синонимы. Они синонимы, но это не одно и то же. То есть, есть слово варенье. Окей, варенье. Ягоды, сахар, это варенье. Есть слово джем. Но джем это немножко другое. Когда я вижу джем, я вижу что-то такое... Похожее на желе. То есть, другая консистенция. Это немножко другой продукт. То есть, все дело в нюансах. Все дело в нюансах. Блин, панкейк. Ну, давайте вот вернемся на... Что? Вот неужели это блин? Ну, можно сказать, что это блин. Но вообще это... Это скорее оладушек. Есть блины, есть оладьи. Один оладушек. Это скорее оладушек. Это не блин. Но еще точнее, это панкейк. То есть, слово панкейк дает нам нюансы, дает нам конкретику. Каршеринг и прокат. Ну, каршеринг, понятно, прокат автомобилей. А просто прокат. Может быть, прокат велосипедов или аренда велосипедов. Прокат сноуборда, аренда сноуборда. Прокат, не знаю, чего угодно. Прокат скейтборда. Да? То есть, непонятно. Каршеринг дает нам более конкретное значение. Ну и ремейк и переделка. Переделка это что угодно. Я взял, не знаю, любую вещь, кружку, я покрасил в красный цвет. Это переделка. Но разве это ремейк? Нет. Ремейк мы говорим, когда мы имеем в виду фильм или музыку, или там театральную постановку. То есть, ремейк это более узкое понятие. Правда? Но есть вот моменты, которые, мне кажется, надо иметь в виду. Иногда молодые люди, тинейджеры. Опять же, тинейджер, как сказать по-русски? Подросток? Подросток это не совсем тинейджер. Это синонимы, но подросток и тинейджер это не одно и то же. Поэтому, как сказать тинейджер? Никак, только тинейджер. Вот, тинейджеры любят иногда говорить, о, круто, найс, да. Или, о, ес, ес, круто, ес. Или там, о, это вообще круто, кул, кул, вау. Или, краш, или, кринж, да, кринж. Во, вот это вообще кринж. Или, крипота. Но это уже почти русское слово, крипота. Есть английское крип, да. И мы иногда говорим, крипота. То есть, корень один, крип, крипота. То есть, что-то страшное. Но, крипота и страшное, опять же, нюансы. Это немножко разные слова. Это как, я взволнован и я excited. Как Юля любит говорить, да. То есть, опять же, есть нюансы. Но вот такие слова, как краш, кул, ес. Иногда люди используют их, потому что они думают, что это круто. Что это модно, да. Там, не знаю, там, хай, детка. Или, привет, бэйба. Да, ну, вот это, конечно, уже слишком. Я думаю, что с этим нужно... Ну, не нужно бороться, но это не позитивный момент, да. Но это, как бы, это игра. Это просто игра. Тинейджеры просто играют. Это не останется в языке, да. Ключевая мысль, друзья, не каждое слово, заимствованное, останется в русском языке. Слово каршеринг, я думаю, будет в русском языке. Слово, какое там, краш, я думаю, что оно уйдет из русского языка, да. Это нормально. У языка есть фильтр. И этот фильтр как раз, вот смотрите, почему слово в языке может остаться или уйти. Новая концепция, нирвана, йога, интернет. Это всегда будет. Простота, краткость, каршеринг вместо аренды автомобилей, косплей вместо представления, где все переодеваются в героев разных фильмов, мультиков или аниме, или комиксов, да. Или третье, это другой смысл, нюансы, оттенки. Вот эти слова, скорее всего, останутся. Поэтому, друзья, мне хочется сказать в конце, что самое главное это понимание. Понимание, что русский язык не умрет из-за большого количества английских языков. Господи, английских слов. У русского языка есть потрясающая суперспособность. Суперспособность адаптировать английские, ну или заимствованные слова в русские слова. Ну вот смотрите, есть такое слово в английском языке, например, post, да. Ну, мы говорим не про почту, мы говорим про, допустим, пост в инстаграме, да, пост в инстаграме, post, да, нормально. Есть глагол to post, то есть как бы публиковать, опубликовать что-то, да, сделать что-то публичным или выложить. Но русский язык, как он адаптировал это слово? Пост. Смотрите, постить. Сегодня я запостил фотографию. Запостил. Смотрите, да, корень пост, но приставка и окончание уже русское. Это уже русское слово. Это русское запостить. Пост, постить, запостить, перепостить. Именно. Это уже русские слова. Это русские слова с заимствованным корнем. Это русские слова с иностранным корнем. Но это уже русские слова, друзья. И вот в этом мощь русского языка. Русский язык берёт иностранные слова, адаптирует их и использует. И это классно. Реально, запостить, перепостить почти любое английское слово можно превратить в русское с помощью приставок и окончаний. Но это классно. Это правда классно. Поэтому, мне кажется, что не нужно слишком зацикливаться на этом. Русский язык не умрёт от большого количества заимствованных слов. Поэтому, друзья, последний тезис. Если языку или людям нужно заимствованное слово, то оно останется. Если не нужно, то слово уйдёт. Пытаться заставить людей говорить так или говорить так, это очень редко работает. Это очень-очень сложно. Поэтому язык развивается самостоятельно. На этом я заканчиваю свой... Своё, не знаю, свою лекцию. Вот. И хочу почитать ваши комментарии. Что вы думаете... Вот. Всё.